и снова здравствуйте всем привет и так набросал я значит у такого персонажа давайте сейчас мы его покрасим но потом опять же ставим рик анимацию там сделал вот единство что я думаю сделал ему пуговицы да ну по-моему они что-то большеватые а маленькие не будут не видны может сейчас получится лучше их нарисовать так что у нас есть давайте сначала с сапогами разберемся так заходим в текстуре тут текстурок накачал так рабочий стол вот они сапоги какая-то 3d модель кто-то делал вот с них возьмем текстуру так вот врубаем картинку врубаем значит вот такие прикольные сапоги ставим на прозрачность за это отключаем глаз и значит пробуем подогнать наш вот эту наш сапог вот под этот сапог так переключаемся на покраску слепки отключаемся и значит что-то в этом духе да так вроде попал а ну-ка еще чуть поверху пройдемся так теперь можно немножко косиной наложить и вот так вот переднюю часть значит подкрасить а ну-ка шип z принципе симпатично только нужно теперь переключиться на белый материал смотрим что да как z включаем картинку сейчас инвертируем ее и попробуем значит теперь с этого сапога что-нибудь взять так за глаз отключаем выравниваем alt левая кнопка мыши подгоняем вот так вот подставляем так и чуть-чуть кисточку поменьше что-то в таком духе так здесь теперь верхнюю часть возьмем вот таким вот образом ну а пятку уже можно самостоятельно подкрасить а теперь значит убираем какой цвет c уменьшаем интенсивность мы погнали да чуть-чуть все это дело по покрасим немножко так конечно уже будет отличаться текстура ну в принципе нам нужно взять чуть-чуть отсюда что-нибудь так теперь с красим значит наш этот задний вид сапога смешиваем цвета что-нибудь и такая добавляем так и что-нибудь возьмем еще отсюда какие-нибудь блески так а ну-ка тут еще можно подгадать какую-нибудь штуку сапоги хорошие нот мало что с них можно взять а ну-ка если перевернем картинку еще раз попробуем подравнять подгадать хорошо будет этот цвет полностью выбрать да ну тогда получается что все теряется что мы вот это намалевали так ну ладно тогда немножко сейчас пролепим еще по сапогам так 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 ускорим нашу работу каким образом по прошлым роликом значит выбираем какой цвет попал необжиданность так теперь заходим в автомаскинг так где он тут маскинг mask big color mask be intensive и попробуем обмануть скульпт так где она у нас тут альт левая кнопка мыши перетаскиваем гизма можно без гизма делать значит инфлатом в деформации а ну-ка смотрим что у нас получилось получилось ли вообще нет ладно тогда транспозом попробуем так поиграться так чуть-чуть выдавливаем снимаем маску сейчас тут немножко полепить бы надо так кисточку уменьшаем и погнали так через альт где-то вдавливаем не без этого создаем складку тату потому что она так будет красивее так смотрим насколько уже проработалась эта штука отключаем цветность так тут еще можно по хребту пройти добавить где-то здесь побольше тут какую-нибудь так у нас гиб здесь тоже во в нем так что тут еще может быть у него ну помятость сверху да так все вроде бы похоже конечно текстурки хорошие но вот здесь цвет мне не нравится значит что мы сделаем мы возьмем свет перекрасимся все это в однотонку вот так с однотонного перекрасили и теперь выберем какой-нибудь и значит поменьше интенсивность вот так вот по хребтам пройдем тут вот так вот вот три цвета в принципе на сапоги будет нормально там коричневый вот этот серый такие вот вроде бы потертость у них присутствует нормально так ну нормальные сапоги получились так теперь что делаем геометрии делаем модифика пол джим мира and well вот все сапожки у нас вроде бы симпатюшные а теперь что давайте сделаем рубаху выбираем рубаху так цвет поставим на белый все отключим остается настолько рубаха значит что еще тут есть жилетка рубаха ну давайте пока рубахой займемся значит импорт где тут рубаха ковбойская как текстурку опять же подгружаем все можно найти в значит в интернете так что еще за это отключаем глаз перекручиваем нашу значит рубаху подгоняем ее по размеру так ну чтобы шов совпал ну и погнали все это дело значит на большой интенсивности теперь красить так есть такое дело там потом докрасим там уберем как теперь что у нас alt левая кнопка мыши чуть-чуть иначе тут здесь вот низ подкорректируем да ну чтобы текстура совпадала так теперь x симметрию отключим и попробуем значит рубаху вот этот перед переднюю часть вот эту прогнать так вот нормально так z перекручиваем нашу картинку нам понадобится рукав так рукав сначала берем раз он рука согнутая хотя можно вот инвертировать и взять ровную руку хорошо что она присутствует да и проведем значит ее здесь уменьшим а увеличим размер значит нашей текстуры перекрутим ее более-менее по правильному так найдем где у него плечо состыкуем z глаз отключаем и вот пробуем значит майку нашу эту рубаху поймать так есть у нас еще задняя часть мы сейчас тоже должны поработать но здесь нам не надо значит каких-то деталей и мы выберем zx симметрию английская x и просто здесь уже покрасим ее по ровной так с рукавами опять что будем делать ну давайте опять ее перевернем инвертируем можно красить теперь эту сторону если она у нас по симметрии в принципе без разницы уже так 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 а вот теперь такой косяк что у нас середину я красил значит с инвертацией без симметрии да здесь у нас получается рукав я не закрашивал симметрично так есть такое дело вроде на рубаху похожа да выберем какой цвет ну вот заднюю часть чуть-чуть там подкрасим можно чтобы она не выделялась выбрать какую-нибудь часть ну вот пусть будет вот это да и чуть-чуть того так вот мазнуть так теперь нам понадобится здесь нарисовать складки так чтобы складки рисовать на одежде лучше автомаскин включить бакфейс маск так 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 Отключаем X-симметрию и пробуем вот этот хребет еще провести. Ну и тут тоже чуть-чуть вот так вот, опа, так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, заднюю нам не надо, только переднюю вот эту часть. Так, есть такое дело, потом все это дело значит еще нужно будет подкорректировать интенсивность чуть-чуть поменьше и где-то через альтам более вот так вот выделить вот эти складки, где-то что-то потянуть, где-то что-то значит перетащить, сделать чтобы возможно они были не сильно симметричны. Тогда будет получше наверное. Так, здесь у нас тоже значит складка, складка, складка. здесь у рубахи, ну можно значит здесь уже где-то X применить. Так, еще где-то тут складку какую-нибудь добавить. Так, здесь вот какая-то складка должна быть, тут тоже наверное. Ну в принципе что, уже симпатюшно, да? Нашлись эти складки, вот тут тоже складки значит идут по верху. Где-то через альт убирается что-то, где-то что-то вот по рисунку прям добавляете. Ну так уже интересней. Так. Через альт где-то можно вмять, где-то понаделать вот этих побольше полосок. Ну все-таки рубаха, она не может быть идеально такая значит гладкая, да? Так, когда вы нарисовали что-то и у вас присутствует текстура, ну вам нужно что-то выгладить, да? Ну тогда лучше текстуру отключите. Чуть-чуть тут вот прослись, прогладили и включаем текстуру. Вы видите, что текстура не растерлась. Так. Так, вот есть пуговицы. Я их наверное пока мест отключу, не нравятся они мне. Попробуем сейчас вот эту значит, как ее называют, жилетку. Просто раскрасить, а ну-ка пойдет. Если пуговица красиво будет смаяться, то тогда так и оставим. Значит вот она жилетка у меня. Так, скачанная текстура, значит врубаем. Так. Поотгадываем, где у нас значит пуговки. А меньше может где-то сделать, да? Так, а ну-ка. Z. Ctrl Z. Z. И значит красим. Шрифт Z. Z. А ну-ка. Сначала давайте поравняем его так вот. Вот. Косиной поставим. Ну что-нибудь отсюда возьмем. О, и пуговицы попали почти. Так, а ну-ка. Shift Z. Выбираем какие-то, значит, вот эти части. Так, вот он уже внутри не красит. Нужно бак Face Mask включить, чтобы у нас и задняя часть тоже внутренне окрасилась. Так. Под разными углами красим все, чтобы все симпатюшно было. Так. Ух ты. Вот два ряда даже пуговицы получились. Но это надо умудриться так. Ну и где-то темную выберем сторону. Вот видите, размазывала эта жилетка. Почему? Потому что я ее под углом красил. И тогда нужно чуть-чуть здесь. А ну-ка. Так, так, так. Так, а ну-ка. Если выберем вот это C. Черный цвет. Видите, вот что значит текстура. И просто, ну, цветовая вот эта, да, раскраска по цветам. Их ее так подгадаешь. Поэтому выбираем побольше нашу какую-то часть. Ну и тут уже проведем середину. Попробуем через Alt выбрать какую-нибудь текстуру еще здесь сбоку. Ну, чтобы хотя бы совпадало, да. Так. Теперь C. Вот эти C. Темные какие-то белые части. Тут можно, да, уже добавлять чуть-чуть. Размазнули. Вроде бы прикольно. Так. Есть такое дело. Теперь у нас есть плащ. Текстура, значит, импорт. Так, давайте сначала заднюю часть покрасим. Так. Z. Отключаем. Подгоняем. Так. У меня есть, значит, вот эта верхняя часть. Отдельно. Через Alt ее выбираем. Сделаем Ctrl D. Добавим дивайдов. Без разницы. Цвет все равно иной. Так. Теперь выбираем Alt. Левая кнопка мыши. Плащ. Так. Плащу здесь можно уже побольше поставить. Размерчик. И, значит, уже красим плащ. Так. А что можем еще сделать? Так. Да тут можно и переднюю часть сразу вот эту выбрать. Не надо второй-то рев подключать. Будем с этим делом потихонечку. Во. Это что-то получается. Так. Альт. Левая кнопка мыши. Выбираем еще вот эту верхнюю нашу часть. Так. Теперь Z. И попробуем, значит, взять с рукавов вот эту штуку. Так. Покрутим. Поверьте. А ну-ка. Насколько она подойдет. CTRL-Z, CTRL-Z. Так. Вот эту часть берем. И красим D. Кисточку уменьшаем и проходим еще где-то там. Раз. Мазнули. Покрутили. Мазнули. Что еще тут есть? Какую-то часть тут взять. Какую-то с предплечья. Так. И еще что. Z. Перекручиваем нашу картинку. Поднимаем повыше. Вот есть у нас тут еще верхняя часть. Так. Ее нужно верхнюю вот эту отключим. А ну-ка, где она находится? Так. И выберем через левую кнопку мыши только плащ. Ну, чтобы он весь был закрашенный. Так. А ну-ка, Z. Картинку поменьше. Перекрутим. Уменьшим. И подгоним. И верха тоже подкрасим. А ну-ка. В принципе все. Нормально получилось. Теперь нужно вот этот еще воротник. Через альт выбираем. Добавляем. Ctrl D. Ctrl D. Дивайдов. Геометрия. L. Можно. Shift Z. И значит здесь раз воротник, то пусть повыше и нижнюю часть с него возьмем. Уменьшим. Так. Ctrl D. Ctrl D. Еще побольше значит дивайдов. Думал текстурки будут получше. Ну, смотреться. Ну, в принципе чуть черные потертости. Сейчас вот штанышки еще надо ему будет выбрать. Рубаха есть. И сейчас шапка еще. Во. Давайте шляпу. Потом посмотрим персонажа. Импорт. Что у нас тут со шляпой. Текстура шляпы в студию. Инвертация. Z. Отключаем. Так. А ну-ка. Alt. Левая кнопка мыши. X. Симметрия. И красим нашу шляпу. Вот. Верхушка-то хорошо покрасилась. Видите. Ctrl D. Еще на дивайдов. Так. Это угол неправильно уже взятый. Так. Alt. Левая кнопка мыши. Теперь Z. Выбираем побольше нашу шляпу. Почему? Потому что нам теперь понадобится ее. Сама текстура Z. Чтобы сделать вот этот. Alt. Z. Вот этот верхний наш. Так. Свет. Куда ты побежала? Так. Куда ты побежала? А ну-ка. Вот этот косяк нужно прибрать и будет все зашибись. Ну че. Неплохая шляпа с тенями. Гляньте. В дырочку. В пору. В пору. В херону. Все нормально. Так. Есть такое дело. Уже значит персонаж вырисовывается. Значит что еще хотелось бы. Теперь нужно значит цвет тела. Да. Так. Смотрим. Где он? Где у нас тут находится голова. Подгружаем текстуры. Импорт. Вот этот будет. Бледный такой товарищ. Не знаю. Может быть другого надо. Но. Вроде бы посмотрел. Так он мне что-то понравился. Типаж хороший. А ну-ка. Так. Вот это почему такая штука. З. А то вообще не вижу куда я тут чего. Так. Рисуем. Угу. Так. Теперь уменьшаем. Подгоняем под текстуру носа. Так. Теперь у него тут лоб. Можно взять. Да. Так. Вот здесь вот текстура вот такая лба. Так. Теперь что у него. Подбородок. Так. Вот это мне уже не интересно. Так. Возьмем наверное вот эту часть. Так. Здесь вот дирот у него. Да. Так. По носу тогда выравниваем. А ну-ка. А ну-ка. Так. Давайте сделаю наверное и динамеш. Что-то сетка мне не нравится как рисует. Ctrl D. А ну-ка. Перерисуем нашего персонажа. Так. Ну-ка. Уже получше. Да? Так. Теперь нос побольше подгодуем. Так. 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 так 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 здесь значит c выбираем какой цвет можно интенсивность поменьше на такие дела губы сами дорисуем здесь отрастом c здесь значит как как-то ну а здесь уже можно свое что-то добавлять а ну конечно чтобы оба пардонки у гражданина еще z есть боковая вариация так о как раз попала по уху побольше ставим интенсивность кисточку побольше прикольный дядька выходит так дядька это прикольный ну так что у него тут присутствует у него присутствует тут еще шея так а ну-ка так шея нарисована персонаж присутствует дам так теперь вот как бы с волосом прикольно разобраться было вообще зашибись а ну-ка шеф зет зет так где там у персонажа значит а у него что затылка нет что тогда мы обыграем эту штуку вот таким вот образом так раз кисточку поменьше оп ну тут потом подкрасим да так что-то я цепляю поменьше на кисточку а 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 и а а и значит здесь уже можно взять ему высину да Спасибо. Так, ну, вроде бы прикольно, да? Так, вот теперь бакенбард надо вот так перевернуть и добавить ему Z вот сюда его. Инвертировать картинку. Так, а ну, что тут получается? А ну-ка, наоборот, она зеркальная, да? Так, мы её сейчас перекрутим и просто вот здесь вот поадрисуем вот эту часть. Выберем какой он цвет, уменьшим интенсивность и погуляем, просто пещут. Порисуем чуть-чуть. Так, интенсивность ещё поменьше, можно здесь вот волос чуть разбавить. Так, верхнюю часть тоже берём. Так, здесь так. На темечке Shift Z. Так, а ну-ка. Возьмём вот эту нашу высину. Как раз она тут, слава богу, вся есть. Так, вообще бомбовский персик такой стал, перс, персович. Так, вот единственное, что ещё косяк в чём? Вот здесь у него брови не должны быть, да? Давайте выберем брови и поставим, попробуем их повыше. Ну, так будет нормально, а здесь тогда поинтересуем чуть-чуть своего добавим, интенсивность поменьше. Выберем какой-нибудь, давайте, красный, тёмный цвет и так подкрасим. Так, где-то серого чуть-чуть можно добавить. Так, она нормально, есть такое дело. Так, так, так. Ну, вроде бы как бы, да? Так, shift Z, Z выбираем шею и докрашиваем нашу вот эту шею до конца. Так. Какой эфир? Так. Так, так. так выбираем цель закрашиваем нашу этот нижнюю подбородок выбираем где-то темный цвет и здесь можно его сделать как будто он не бритый до такой сероватый так смотрим так а ну-ка красавец так вот теперь усы давайте попробуем сделать тот же из этого персонажа так а ну-ка выберем alt левая кнопка мыши control-d 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 как делаем так 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 геометрии делор и делаем побольше дай на мэш так читая сегодня прям персонажа очень маленького сделал не хочет девайды набираться так погнали что у нас присутствует так 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 побольше поставим прозрачность x x симметрия побольше интенсивность ну-ка ну а чё может слишком светлый давайте тогда control-d control-d добавим еще девайдов с их z и значит z вот с этой стороны может выберем о гламурненько такишь так что у нас теперь по телу c выберем какой цвет этакий на руки похожий так а ну-ка то у него зеленоватый какой-то получается оттенок тела так а ну-ка возьмем красненького чуть-чуть о а как есть такое дело ну-ка выберем тело теперь да добавим текстуру импорт текстура значит к телу цвет я вот эти приколюхи в группу кину если кому-то нужно вот это цветовая значит гамма да как ну давайте какой-нибудь цвету подберем вот пускай будет так control z есть такое теперь нам понадобится голова с головой выбираем c какой цвет интенсивно ставим поменьше и вот с этим цветом просто разбавим тогда ну как будет получше а то получается он весь какой-то зеленый так бледный как выберем теперь с этого цвет c и немножко вот поэтому дядьки по голове так по лицу чуть чуть по шее так а ну-ка чуть-чуть по телу по лицу по голове пройдемся так и у детки тут чуть-чуть заскок вот все части не должно быть в еще вот хочу под лицевую анимацию сделать да чтобы он и говорил и короче сюжетный такой пацан будет пока что теперь значит по штанам нужно что лишь теперь так текстуры я достану тоже скидывал на им так как как ну давайте пока кобору сделаем так вот этот плащ плащ пока нам не надо как делаем кабуру как текстура кабуру так текстура кабурам надо так как так 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 c в принципе цветные устраивает вот эти наверное обойдемся да а ну-ка ладно станут с двойной цвет будет один светлый один будет темный принципе нормально будет смотреться внутри будет темная наружу чуть-чуть просветленно так если найдутся текстуры потом можно в блендер будет их прям наложить натянуть так и что еще значит применим куда-то ремни пропали а вот они надо их ближе спустить друг другу так значит ремни красим их темный так ремень можно здесь уже выбрать пусть будет еще темнее допустим да вместе с ремнями где-то а где-то на кобору можно иксиметрия где-то чуть-чуть побольше где-то c чуть-чуть где-то цвета тут дать так выбираем темный и значит эту тоже плимпу красим а это вообще можно вчера в темные тона вот тогда и здесь можно вот этим ремни тоже потемнее сделать и значит где-то добавить на все эти вещи еще какого-нибудь оттенка так бляха остается все это остается отключаем оставляем только штаны так же включаем глаз подгоняем наш вот эти штанишки к нашему персонажу так прозрачность уменьшаем z перекручиваем наши штаны станции и значит пробуем это все дело красить а ну-ка побольше интенсивность а и вот а и а и 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 Другая штука. Ну, здесь мы чуть-чуть похиничим, наверное. Как С уменьшаем интенсивность. Так, вот эта штука не нужна. Чуть тут красненького разбавим. Вроде бы как родной цвет будет, да? Так, тут С. Где-то что-то тоже подмазнем. Так, вот с задней частью будет чуть-чуть плоховато. Попробуем ее замаскировать. С и З. И попробуем вот с той стороны. А ну-ка, инвертировать, значит, вот эту штуку. И как бы вот что-нибудь тут придумать с ней. Интернективность делаем поменьше. И вот пробуем не накосячить с этим швом. Где-то там залазим. Где-то вот темненького добираем. Где-то выбираем светленького. Где-то желтенького. Так, С. Тут что-то добавим. Тут что-то прибавим. И что-то�던 пройдем. Так, ну и подделаем давайте складки. Так, вот здесь нужно немножко подкорректироваться. Вот раз, вот сильно тут наложились складки, ну в принципе чёрт. Жёлтый цвет, вообще, наверное, не в тему, да? Давайте штаны ему, наверное, текстуру сделаем, вот эту плаща. Ну вот уже вроде бы однотоненько, всё нормально, уже стыкуется. Вот это уже хорошо. А ну-ка, так. Вот здесь тоже подгоним, там чуть-чуть тоже нагоним. Так, ну вот это уже есть good. Так, сохраняю этот файл, если кому-то будет нужен, если захочете с ним поработать, будет в группе для скачивания. Так, вот можно на нём потренироваться, значит, сделать открытый рот, потом можно потренироваться, значит, в объединении, в развертке во всей штукенции вот этой. Короче, на нём тут можно через детской тренироваться. И складки делать, и значит что-нибудь ещё. Объединять, отделять. Так, мне вот эти пуговицы не нравятся. Я их, наверное, к бабушке удалю. Так, теперь что у нас получается? У нас получается накидка. Надо где-то, может лучше пуговицы нарисовать. Будет зашибись тогда. Так, вот ещё что у меня есть? Умеет воротник с FZ. И нужно теперь его покрасить под рубаху. Так, выбираем воротник. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Shift Z, Ctrl Z, двинул его. Теперь, значит, опять же кисточка стандарт. Вот так будет получше. Так, это кто у нас тут? Мофт об полоте вытягиваем чуть-чуть штанишки. Чтобы там ничего не залипало, не прилипало. Так, и вот вопрос. Как это вся будет обстоять с ним анимация? В случае, если, допустим, да, будет вот этот плащ. Нужно будет или симуляции, или больше костей вставлять. Ну, тоже посмотрим. Так. Наверное, вот эту вот блесткоту надо поубирать с шапки. О, вот как будет лучше. Глаза, все это дело надо будет склеивать. Смотреть, что да как. Так, ну, без плаща это выглядит вот таким вот образом. Так, теперь, что у нас? Вот эта жилетка слишком куда-то пропала. Так, оно. Так, оно. Так, оно. Так. Так, он. Там. 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 так и вот можно его теперь будет вот этого персонажа использовать значит каким образом можно будет с плащом анимировать но тогда убирать вот эти как магазины пистолеты эти вот так как так ремень может еще потом как-нибудь потянуть чтобы он более такой по дембельски даем висел это будет наверно прикольнее лучше так теперь что у нас есть воротник и воротник у меня почему-то запал значит за эту на жилетку до помятый какой чуть-чуть вообще нормально еще штаны может у сапог где-то там растянуть сделать побольше ну прикольный детка получился так что у него тут на читайся без рубахи о анти без рубахи вася бомбовский увидели как это тогда и без этого должен быть в одном вот этом красавец так вот магазин вот эти вот так это подсумки вот эти может еще как-то с ними поработать чем добавить на них этакая или оружие ставится будет зашибись да в принципе да оружие станет и будет все прикольно как ремень нормальный как что тут еще если жилетку убрать то получается вот такой товарищ чуть-чуть его можно доработать мышцы тут еще добавить вот этот базовый такой хороший это болван и тянется хорошо и уплотняется и надувается вообще 6 дец хорошая если ему теперь вот смотрите просто на голое тело вернуть допустим плащ но вообще а если только в рубашке так что жилетка может не нужно вот в рубахе он неплохо смотрится ну вот такой персонаж всем пока до свидания когда сделаю потом уже ставлю ему рик если кому-то интересно что с ним будет дальше смотрите на канале буду выкладывать потом еще бабу надо сделать локацию я наверно скачаю локацию где-нибудь на полях ютюба фу на полях интернета до попробовал городок какой-то сделать значит дикого запада добавить вошадей привязанных стоило может даже посмотрим виселицу казни сделаем когда будет опускаться это как ее назвать гириотина и у персонажа будет отлетать башка вот это вообще будет бомба конечно жестковато чуть ну насилие наверно нельзя показывать да заблокируют ну ничего попробуем тогда в быка это дело выложить маленькие сценки с махачем все всем пока до свидания